МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Научная экспедиция Бабалары-Земен продолжает идти по следам братцов. Пилигрим 21 века Саппар-Искаков вместе с группой исследователей уже побывал более чем в 40 странах мира. Ученые раскрывают волнующие тайны прошлого. Удивительная история Большого путешествия в программе «По следам предков». Сегодня в программе. Как предки казахов повлияли на развитие кораблестроительного производства в Корее? Каким образом на острове Че-Джу-До оказались лошади? Сходство каменных балбалов страны утренней свежести и великой степи. Может ли это быть признаком родства двух народов? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники экспедиции «По следам предков» намерены пройти по маршруту своих братцов. В японском порту Фукуока они сели на паром и отправились в южнокорейский Пусан. Путь в 212 километров сейчас можно с легкостью преодолеть на современных судах. Дорога займет не более трех часов. В 13-м же веке, чтобы пройти это расстояние, армии Хубилая понадобилось несколько месяцев. Больше семи столетий назад именно по этому морскому пути пришли и ушли наши предки. Это был 1281 год. Второй поход хана Хубилая, и он был безуспешным, впрочем, как и первый в 1274 году. Мы сейчас вышли из порта города Фукуока и направляемся в Пусан. Пусан. И здесь побывали наши предки. Первый поход хана Хубилая на Японию начинался отсюда. В этом городе и находящихся рядом в портах Масан корейские мастера производили корабли для монгольского флота. Всего было построено около 900 судов. Осенью 1274 года 40-тысячное войско завоевателей направилось в путь. 15 тысяч опытных воинов были выходцами из Дештыкипчака. Они считались основой монгольской армии. Остальные – китайские и корейские моряки и инженеры. В Пусане участники научной экспедиции были недолго. Дальше ученые последовали по пути монгольской армии, во главе которой были наши предки. Следующая остановка Че-Джудо – самый большой остров в Южной Корее, где находится самая маленькая провинция в стране. Во время второго похода хана Хубилая на Японию часть войска была сформирована именно здесь. Тогда, в 1281 году, большинство армий составляли корейцы – около 25 тысяч воинов, 10 тысяч сухопутных солдат и 15 тысяч моряков. Первый поход 1274 года возглавляли наши предки. А вот во время второго похода большую часть тюрков оставили в Китае для подавления возникшего там бунта. Но и во втором походе выходцы из Дештыкипчака все-таки были. Это кипчаки и канглы. Если посмотреть на карту, становится понятным, почему тюркские военачальники монгольской армии выбрали остров Че-Джудо в качестве форта-крепости. В то время империи Юань, которую создал Хубилай, подчинялась и Корея, и часть Китая. Перед вторым походом в 1276 году южная часть Поднебесной была полностью зависима от монголов. А это значит, что внук Чингисхана обладал большим кораблестроительным ресурсом. И японцы, и корейцы, работавшие на верфях, вносили большую лепту в реализацию грандиозных планов Хубилая. Географическое расположение острова Че-Джудо было очень удобным для завоевателей. Это место пересечения пути из Кореи и Китая к японскому архипелагу. Тюркские военачальники, которые все это рассчитали и продумали, готовы были нанести сокрушительный удар по Японии. И эту страну тогда, безусловно, спас только Тайфун. Это был очень сильный ураган. Волны были огромные. Сила Тайфуна составляла примерно 9 баллов. Его называли камикадзе. До сих пор сами японцы говорят о том, что именно ураган помог им спасти и сохранить страну. Мощь и могущество бесчисленных полчищ армии Хубилая накрыла свирепая стихия. И лишь это природное явление помогло японцам. Противостоять грозному войску им было не по силам. Империя, созданная когда-то Чингисханом, только называлась монгольской. Вся его структура была построена по тюркскому принципу. Об этом свидетельствуют исторические документы. К примеру, войско делилось на правое и левое крыло, которые состояли из туменов. В каждом из них было по 10 тысяч воинов. Они, в свою очередь, дробились на тысячи, сотни и десятки. Вся система управления заимствована у тюрков. Основным языком общения был кепчакский. Монгольская империя или империя Юань – официальные названия государства. Его основателями, по сути, были предки нынешних казахов. Величие государства, которое берет свое начало еще с древнего сакского периода, в том, что куда бы ни направлялось его войско, оно всегда возвращалось с победой. Походы совершались и за далекие моря. Смелость и мужество тюрки проявили на Корейском полуострове. Впервые они пришли сюда в 1231 году. Главным поводом тогда послужила казнь монгольского посла, направленного императором к корейскому правителю. Всего же история насчитывает шесть нашествий, нанесших значительный урон стране. Последний из них – на остров Чеджудо. В 1273 году монгольская армия атаковала остров. Сейчас мы находимся именно на том месте, где проходила битва. Много корейцев было взято в плен. По прошествии 100 лет империя Юань пала, и пленные вернулись домой. Остров Чеджудо – крайняя точка Южной Кореи. Поэтому вполне закономерно, что именно здесь завершилась борьба с монгольскими завоевателями. Сейчас на острове есть комплекс для туристов, где можно подробнее ознакомиться с теми далекими событиями. Он расположен на месте, где в 1273 году состоялась решающая битва. Противостояние, которое длилось около полувека, началось с отказа корейцев оплатить налоги монголам. В 1216 году на корейский полуостров вторглись кидания. Правитель страны утренней свежести Цой Чун Хэн попросил помощи у Чингисхана. Она была оказана, кидание прогнали с полуострова. Для компенсации услуги корейцы должны были выплачивать налог монголам. Однако это продолжалось недолго, что послужило поводом для войны. Большая часть корейского войска после поражения в битве с монголами под Сеулом бежала на этот остров. Позади меня находится крепость, построенная ими. В 1273 году монголы пришли и сюда. Здесь состоялась новая битва. Корейское войско состояло всего из 12 тысяч воинов. Они недолго сопротивлялись монголам. Благодаря построенной крепости корейцам удалось продержаться некоторое время. Степные завоеватели покорили Корею, и почти столетия страна была зависима от них. Все без исключения жители платили дань империи юань. Для контроля корейского правительства было создано специальное предприятие управления восточным походом. Эти факты представляют большую ценность для ученых, занимающихся изучением истории. На острове Чеджудо продолжаются археологические раскопки. Здесь стоится часть большого прошлого предков, уверенные участники научной экспедиции. За мной крепость, вернее оставшаяся от нее часть. Сейчас ее превратили в большой комплекс. Есть мемориальная доска. Это место паломничества туристов. Здесь продолжаются раскопки. Виден фундамент сооружения. Этот музей – свидетельство уважения к истории страны. Здесь размещены картины, на которых изображены походы монгольской армии на корейский полуостров и японский архипелаг. Изображения на них воссоздают практически всю картину тех далеких событий. Немало полотен посвящены строительству судов. Остров Чеджудо во время похода Хубилая на Японию превратился в военную базу. Корейские и китайские мастера производили здесь корабли для морского флота империи Юань, а также различное оружие. Вся эта индустрия стала основой для дальнейшего развития страны в будущем. В 1274 году во время первого похода монгольского войска в Японию здесь было организовано производство судов корейцами. Именно на этом острове выпускали корабли. Особенно много судов было сделано в районе города Пусан. И уже на кораблях, построенных здесь, монголы совершили поход на Японию. На верфях работали корейцы и китайцы, они же обслуживали корабли. Воевали сами монголы и тюрки из Дешты-Кипчака. Кипчаки были очень сильными войнами. У корейцев есть такая поговорка. Народ надо отправлять в Сеул, а лошадей – в Чаджу. Именно этот остров знаменит своими лошадьми. Туристы, в том числе и японцы, часто приезжают сюда покататься на лошадях. Кроме того, это излюбленное место тех, кто ценит канину и блюда из нее. К примеру, сашими хве. На эти блюда-деликатесы всегда большой спрос. Раньше канину здесь ели только представители царской семьи. На острове очень много ресторанов, где предлагают блюда из канины. Спрос на полезное мясо очень большой. Мы также используем жир, кости, из которых изготавливаем косметические средства и витамины. В Корее, как известно, сейчас очень развит медицинский туризм. Приезжают также просто посмотреть на лошадей и прокатиться на них. Только за 2017 год здесь побывало больше 12 миллионов туристов. На Чеджудо лошадей завезли предки казахов. В 1273 году после захвата острова Хубилай-хан оставил здесь около 3000 своих воинов. Именно они начали развивать здесь коневодство. Вот уже больше семи веков здесь хранят эти традиции. Развитие отрасли продолжает вносить свой достойный вклад в экономику страны. Ученые университета Конкук не раз приезжали в Казахстан, чтобы изучить опыт коневодов. Среди тех 3000 воинов были представители разных народов. Около 10% — монголы, больше 50% — выходцы из дештыки Пчака. Они развивали свое исконное ремесло на острове. По словам местных жителей, сейчас на Чеджудо есть около 20 тысяч лошадей. По всей Корее насчитывается 40 тысяч. И половина из них на этом острове. Еще один след, который оставили предки в Корее — это каменные скульптуры. На острове Чеджудо балбалов очень много. Они похожи на те, что расположены на территории Казахстана. И это — основа идентификации всех тюрков. Эти каменные скульптуры изготовлены корицами в 12-13-14 веках. На севере Казахстана очень много подобных балбалов. У нас скульптуры держат в руках пиалу с кумысом. А здесь балбалы с цветами в руках. Это главное отличие. В остальном они схожи. Это доказывает, что тюрки и корейцы — родственные народы. Участники научной экспедиции по следам предков с острова Чеджудо отправились в столицу Кореи, город Сеул. Там они побывали в крепости, которая отражала одно из первых нашествий монголов на корейский полуостров, и встретились с местными историками. Крепость Сангсон была резиденцией царства Коре. Мы находимся в крепости Сангсон. Она расположена в 40 километрах от Сеула. В 1231 году эта крепость при вторжении хана Угидея впервые оказала сопротивление завоевателям. Общая длина крепости по периметру около 7 километров. Высота в некоторых местах достигала 7-8 метров. Где-то была по 3-4 метра. В то время Корея в плане политического, экономического развития была слабой. Воспользовавшись этим положением, монголы завоевали страну в короткий период. Правители подчинялись завоевателям и выполняли все их указания. В последнее время монгольского похода 1231 года был военачальник по имени Сартай. Корейским воинам было сложно противостоять хорошо обученным и опытным в сражениях тюркам, которые и составляли основу монгольского войска. Корейский правитель и все его окружение было вынуждено бежать на остров Канхвадо. Однако завоеватели настигли их и там. Так царство Корея стало частью монгольской империи. Тюркские военачальники управлялись страной из крепости Санцонг. Монгольская империя совершила на Корею 17 набегов. Было несколько крупных битв. Все эти события повлияли на дальнейшее развитие нашей страны. К примеру, у нас до 13 века не было своего алфавита. Мы пользовались китайскими иероглифами. После монгольского нашествия появился собственный алфавит. Были вот такие положительные моменты. Похоже, что родственные корни наших народов тоже каким-то образом повлияли на ход событий. Почти вековое господство монголов послужило толчком для развития Кореи. Народ почувствовал ценность единства. До монгольского нашествия вся территория страны была поделена на множество царств. Они постоянно враждовали между собой. Ситуация изменилась в период монгольского господства. Корейцы объединились вокруг одной общей цели – обретения свободы. Именно в этот период в стране было сделано немало великих дел. Тому доказательством служит вот этот дворец Кенбок-кун, построенный в XIV веке. Все правители, которые управляли страной из этого дворца, принесли много пользы для своего народа. Монгольское нашествие очень сильно повлияло на страну. Полностью была разрушена система государственного устройства того времени. Нанесен большой удар по политической, экономической и социальной сферам страны. В Северной Корее, которую тогда называли Коре, в месте, где сейчас идет строительство завода Кизон, располагалась первая столица царства Коре. Позже ее перенесли в Южную Корею. Магистрант Сеульского университета Дастан Акаш – один из тех, кого интересует общая для казахов и корейцев история. По его мнению, большая часть ученых для своих исследовательских работ используют китайские рукописи. Связь Великой Степи со страной утренней свежести началась еще в далеком Саксском периоде. Однако, подробнее об этом мы расскажем уже в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok